После нескольких дней или недель пребывания в качестве беженцев, украинцы в Бельцах начали искать работу. Люди говорят, что хотят зарабатывать собственные деньги, чтобы уменьшить бремя, которое легло на плечи молдаван. В большинстве своем те, кто планирует заняться трудовой деятельностью, это женщины. Такова ситуация Оксаны, которая опасается, что незнание румынского языка станет для нее большим препятствием. Очень бы хотелось, знаете, если какая-то есть работа, чтобы мы могли бы где-то поработать, чтобы, знаете, тоже сидишь целый день, только читаешь новости о том, что творится там. Я как частный предприниматель держу магазин с игрушками, с констоварами. Если, допустим, в моей сфере что-то бы, как в вашей стране без знания молдавского языка, как можно работать, не знаешь, вот это очень пугает. Елена также надеется найти работу, как только запишут своих детей в школу. Может, если мы пристроим детей, то мы можем спокойно работать. У меня 14 лет опыта. Да, я парикмахером работала, у меня была своя парикмахерская. И я бросила все. И сейчас я еще здесь работаю. С инструментом приехала, может, найду что-то и буду работать, чтобы, ну, хоть как-то самими обеспечиваться, чтобы вам, ну, как бы, меньше было украинцев обеспечить. С начала этого месяца беженцы из Украины могут обращаться в территориальные подразделения по трудоустройству. Здесь люди могут найти работу, не предъявляя разрешения на временное проживание. В настоящее время в Бельцах зарегистрировано 9 заявлений о приеме на работу, 8 из которых подали женщины. В муниципе имеется 177 рабочих мест, требуются швеи, операторы, упаковщики, электросварщики и пекари. Власти Бельц говорят, что испытывают трудности с трудоустройством беженцев. Я столкнулся с тем, что люди хотели работать на пищеблоках в наших образовательных учебных заведениях. Они пошли приходить в медицинский осмотр, нам сказали, что это бесплатно. Когда мы пришли проходить в наш медицинский центр, в нашу поликлинику на БАМе, будем так говорить, значит, пришли туда, нет, извините, это платно. Бесплатно для граждан Украины это только медицинская помощь, то есть лечение. Власти считают, что число беженцев, желающих работать, будет расти. По официальным данным, в Бельцах проживает более 650 украинцев. По неофициальным данным, в городе уже проживают несколько тысяч беженцев. Пока только один беженец был принят на работу. Это женщина, которая со вчерашнего дня работает оператором на предприятии «Флуаря Суарелуй». Субтитры создавал DimaTorzok